Друзья, привет! Это Зинаш. Воскресенье сейчас полдевятого утра. Покатаемся, други? Я уже полчаса еду. Решила съездить на свою малую родину. В Татакурган. У меня там я рассказывала, что папин единственный братишка живой остался. Он лечит. Помните же в мае у меня здесь вообще приступы были головных болей из-за этих магнитных болей, вспышек на солнце. Вот весной мы ездили с детьми, с мамой. К ним на юбилей в город Кунаев. По старому Копчегай, город Копчегай. Копчегай, в это хранилище. Вот решила съездить с ним. С одной стороны, пускай он меня полечит, если сможет, потому что он сам 80 лет, не 80, 84 года ему. А маме 84, ему 80. И, соответственно, младший папа был. Набрала три ящика яблок, ящик гусиных яиц, таблетки ему, у него тоже головные боли, эти таблетки МИК. Дома дочка, внучка, сын. Сын еще спит. Утром встала, приготовила омлет на 10 яиц. Огурцы с парника порезала. Мама покормила, глаза закапала. Тут дочь с внучкой встали уже. Вчера говорю маме, маму, да я съезжу. Мама говорит, а ты что, одна поедешь? Ну, с испугом. Обычно мы раньше туда ездили с братом, с мамой, потом с мамой. Я, если честно, первый раз еду одна. Это сочетается с города Алматы через город Курная, город Талткурган. Написано, до Талткургана 230 километров сейчас. Вот так, откуда я сейчас еду. Я говорю, ну а с кем? Со мной поедешь, что ли? Мама говорит, да, я, наверное, с тобой прокачиваюсь. Я говорю, мам, вообще-то вам сидеть нельзя. Туда полтора часа туда ехать, полтора часа обратно. Это при хорошем распаде. Но здесь мы едем сейчас по платной дороге. Кайф. Здесь допустимая скорость 140 километров. Но я не рискую 140 ехать, потому что в любом случае машина не новая, пожилая, оказывается, я 110 еду сейчас в спидометре. Выехала. Мама, ну, дядька с теткой иногда, в тот раз, когда мама ходила, еще до падения, как-то, вот когда Курбанайт был, мы хотели поехать с вечера. Мама говорит, надо им позвонить, говорит, начать, вдруг куда-то уедут. позвонили, в субботу это было, а тетка говорит, ой, мы завтра собрались на какое-то мероприятие, не помню, с утра сына отвезет. А что, вы хотели приехать? Мы говорим, да, у нас дома не будет. Ну, ладно. И вот мама поэтому переживает, говорит, а вдруг их дома не будет. А там у нас, получается, аул почти все родственники. Но вот это дядькин дом, дедушки с бабушкой, потом есть, ну, как на казахском, это старший дом, главный дом. Там вот мой дедушка, папин папа, у дедушки была сестра старшая. Вот, в отауе доме жила она. А там сейчас живет ее праправнук. Ну, мой братишка двоюродный. Потом там есть дом вот этого братишки, старший брат. Это мой двоюродный брат. У них там скот, внуки. Он на пенсии сейчас. Я маме говорю, ну, в любом случае, даже если дядьки сестра не будет, заеду к ним. Потому что, друзья, когда в возрасте человек, оказывается, он свою родню ищет. Почему показывают это «Жди меня», потом «Бармусенбаурэм», казахстанская программа, аналог «Жди меня». Даже дети, которые своих родителей не знали, они ищут своих родителей, родственников, хотя бы отзовите хоть какие-то родственники. Потому что это корни. А я так подумала, думала, даже если дядьки сестеркой не будет дома, я заеду в один дом, во второй дом. А там в ауле там дальние родственники. Даже если, даже никого дома не будет в трех домах, просто съездят на свою малую родину. Потому что сейчас, видите, машина заварит и перестроится. Это малая родина. Там, друзья, воздух другой, там воздух детства. Опа! Когда на скорость едешь, немножко бугорок и плавно проезжаешь. там запах детства. Во-вторых, да и в-третьих, друзья, просто развеется. Ни с кем ехать самой, с вами поболтать. Потому что кто ухаживал за... Ох, 120 еду, оказывается, я. Кто ухаживал за лежачими больными, за пожилыми родителями, за престарелыми, тот меня поймет, что иногда нужно какой-то, знаете, смену обстановки, что ли, побыть наедине. Хотя, допустим, мама дома лежит, я на улице выхожу, сама собой наедине. Но это все равно не то. Тем более, знаете, что я за рулем кайфую. А тем более, когда перейти не по делам едешь, а на свою родину, это совсем другое. Поэтому съезжу, даже если никого не будет дома. Покажу вам, сниму. Там не такое, знаете, поселок, как у нас, допустим. У нас поселок 7 километров от города Алматы. А здесь аул. Станция, станция. Железнодорожная станция. В советское время туда поезда ходили и проходные поезда останавливались, допустим, Алмата, Новосибирск. Туда вот, ну, я помню только Алмата, Новосибирск. Вот. Жители выносили на перрон поезда, мои уже знали расписание движений поездов. Выносили яблоки, огурцы, все с огорода, яйца, молоко, айра, кефир, то есть, он на русский перевести. Выпечку, жарили курицу, у кого что есть выносили. Продавали, почему нет? Люди в дальнюю дорогу едут, а это люди с частного сектора, с деревни Заула. Все чистое, свое, свежее. Паурусаки, щельбеки выносили. Люди с удовольствием брали. Никакой химии, ягоды выносили. О, 125 еду. потом, до нашей станции курсировали, даже не до нашей станции, до Саразека, с Алматы до Саразека, потом с Алматы до Суругача, пригородные поезда. Ну, как в России, вот эти, такие вот, электрические, типа такое. А потом, с развалом Союза, и электрические, постепенно пропали, и поезда не останавливаются, на нашей станции, не останавливаются вообще. Только грузовые. потому что здесь вокруг бахчи, вон арбузы продают, дыни, ну, овощи. Потому что город Копчега, вон, продают эти для плавания круги детские, вот в мячи все. И сейчас только осталось путь сообщения, это вот, рано, автомобильный. Там тетка говорила, что к ним в поселок в Баул. Ходят два раза автобусы, утром и вечером. То есть утром какое-то время, в шуфере полвосьмого, выезжают, потому что многие люди работают в Алмате, многие в Кунаеве, в Копчегае. Утром выезжают, а вечером, я не знаю, наверное, с Копчегае автобус, вечером обратно идет. Почему нет? Потому что такси дорого, у всех машины есть. что сейчас 130 еду, допустим, я 140. Вот сейчас будем к Копчегае проезжать Кунаев. Я вам покажу здесь Лас-Вегас, казахстанские. То есть у нас Лас-Вегас в городе Кунаеве и в Боровом курортной зоны. две такие зоны в Казахстане. Зон отдыха много, конечно, и Балхаш, Лаколи, другие водохранилища, реки, санатории, но казино, все казино, которые были у нас в городе Алмате, не в Алматы, в Алмате, вынесли вот город Копчегае вдоль трассы и на север. Щучит, Боровой, кто в том краю был. Там красиво, конечно. И один раз только возвращались с братом, с мамой поздно вечером. И там, конечно, трасса бесплатная дорога, трасса освещенная хорошо, там казино. Ой, кто на что город Раст. Там есть казино в Миладжио. В Алмате у нас баннеры стоят. Не баннеры, а эти вывески рекламные. Там все... да все звезды российской эстрады приезжают на один день. То есть это завлекалка для посетителей. И Виагра здесь, и Миладзе здесь, и кто там? Ну, короче, все. И Любовь Успенская была, и Шапутинский был, и Лепс тут ошивался. Все. В городе ездишь, думаю, блин. Наверное, в России столько концертов не дают, сколько здесь. Но согласитесь, не надо быть математиком, чтобы примерно, даже примерно, не знаю, сколько могут заплатить. Перелет, естественно, оплачив в дым. Единственный, допустим, выход, вечер. Ну, видимо, окупается это в этом казино. Помните, говорил, когда отдел хранителем работала в одной семье нашего бывшего президента, его родственников, близких. Так вот, мой шеф, у меня есть видео такое, как шеф мой погиб. Классный мужик был, блин. Бухал, конечно, но мы с ним не раз, я рассказывала, мы с ним не раз стычки были. Я один раз чуть не подралась с ним, потому что в датой был. Но он человек, мужик такой, знаете, справедливый был. Вот один раз говоришь, мы с ним в Драбаган пьяный. И там, в общем, за младшую дочку там, насчет денег, что вот куда 10 тысяч сделать, а там 10 тысяч для них копейки. Я бы рассказывала, опа, что девчонкам, за которыми я ходила, которых охраняла, им бабушка, следушка, каждый месяц, им по 11, 12, 11-13 лет было, им каждый месяц на карточку каждой ложили 5 тысяч долларов. Это в какие времена, 2000-х годах. А тут он сцепился со мной за 10 тысяч тенге. Короче, я там где, в общем, там с гонором пьяный же еще, где, ты куда, тело, и там начал бычить. Мы там сцепились жестко. Я говорю, слушай, пошел ты, говорю. В общем, я там на видео сейчас уже не буду пересказывать, на видео есть, как мой человек погиб. Вот. Когда услышал, когда я уже у них не работала, уже услышал, что он погиб, блин, капец, у меня был стресс, конечно. Сейчас объеду. Вот три полосы, но если ты едешь без скорости, ну ты займи крайний правый ряд. Здесь, по крайней мере, по-крайней мере, кто едет на скорости, ну как я, допустим, 140. Вот за это машина мне фарит. Пропущу. Вот. Но на утро я пришла, он уже протрезвил. Я, естественно, губки бантиком, бровки домиком. С ним, типа, не разговариваю. А он проходит, спустился сверху, со спальни. Не, я внизу стояла, в черных словах. Проходит и мне тут по плечу. Сейчас. Да ёкало манер. Я 145 еду. Это, блин, фарит. Алматинский номер, блин. Надо немножко скоро сбавить. Это у нас 140 уже машину немножко не то, что кидает, а немножко так. Тык-тык-тык-тык. Вот. 120 нормально. И на утро спускался и мне проходят, привет. Но на словах не изменился. Он помнит всё. Этого хватает, друзья, согласитесь. Я говорю, здрасте. И потом, когда уже перед самым увольнением, они в Америку улетели последнего сына рожать. Предпоследний у них в Париже родился гражданин Франции. А этого они намеренно в Нью-Йорк летали народы. Она ещё, наверное, на седьмом, на шестом месяце улетела. Ой, мы как и умаскировали, друзья. Беременным не разрешают в Америку заезжать тогда. Ну, я сейчас не знаю. Потому что, ну, естественно, кто беременный заехал, значит, там родит уже, кажется, они на Америке. Им не разрешали. У неё такой же животик, но уже видно было. Я сейчас не помню, наверное, месяцев. Шесть, семь, вот так было. Мы поехали с ней на барахолку. Купили платье, знаете, такой рисунок был этнический. Вот как наскальные рисунки же бывают. Там вот выбивали там человечков такие, ручки такие вот. Вот. Такое, знаете, такое, типа в национальном стиле. И купили национальную безрукавку с вышивкой. Там несколько одежд купили. Сзади Фарик едет. Давай, проезжай, родной. Вот. Домой приезжаем, мирит. У меня в спальне с ней встаёт. Шивот видно. Ну, куда денешь его? Втягивать нельзя. Она, блин, и на меня главная хозяйка говорит, блин, Зинаш, ну, видно же всё. Я говорю, ну, извиняйте, давайте место вас поеду. Вас багаж дадим. Она говорит, и что тверд делать? Я говорю, надеваете казахские серёжки такие, такие непроские. И вот бывают палантины летние, прям, как газовые. Такие хорошие, такие, знаете, типа, жаткие. что-то я проехала и могу показала. Завод построили. На шею намотали, вот так на пузо. Она говорит, ой, можно подумать, так не видно. Я говорю, так явно живота не видно, говорю. И вот так вот, как первая леди, будете ходить, ручки по груди держать, вот так вот. Так ты что будешь сделать? Дедок, я по вам на эту полосу и он на эту полосу поворачивает. Вот. И в аэропорт поехали. В аэропорт поехали, она всю дорогу зудила, сидела. блин, вдруг не пропустят, вдруг не пропустят. Я говорю, ну не пропустят, буду сама у вас роды принимать. Вот стояла, я блин, тоже переживала. Ну классная она была, она на 7 лет младше меня, вот она и он хозяин. И вот она этот, я говорю, на таможенный пост придете, улыбайтесь, говорю, здрасте, как у вас дела, здрасте, да? Она говорит, ой, тогда подозрение будет. Я говорю, почему подозрение, почему, когда культурный человек, почему должен подозрение. И там, вот, каждую пятницу 1 миллион, каждую субботу 3 миллиона разыгрывается в казино. Так, здесь что, 300 тысяч? Всегда субботно, что-то, вот, не 300 тысяч разыгрывается в казино. В общем, пока она таможене прошла, на таможене стоит, улыбается. Короче, прошла, туда-туда пошла, и главное, не оборачивается, блин. я ей телефон набрала, звоню, она говорит, че зинаш? Я говорю, ну вы хоть бы, блин, ручкой помахали, чтоб все нормально. Вот. И потом, когда уже они уехали, там, я говорю, я говорила, что подковровые игры начались у нас, на мое место, там, начальник охраны хотел свою руку, я одну руку устроил, там, задница выше, шире моего, этого, как его, бамперы машины, потом вторую начал, в общем, там, слово ЗАГС, он в нацгвардии служил, его оттуда выгнали, секунду, сержантом был. Вот. И потом я хозяйке написала, вот так, вот так вот, этот начальник охраны меня увольняет, и хозяйка написала, ни он принимал, ни ему, ни ему увольнять, без меня, чтобы вас не трогал. Я ему покажу, он говорит, да, она кто такая? Ну, она из простой семьи была. Оп, сзади гайцы едут. Сейчас я вам покажу, они где-то едут. Вот, с левой стороны. Опа! А мы вот так. Так, здесь уже ограничение, 120. 120. Это значит, мы подъезжаем уже к городу Копчегаево, к городу Кунаево. Так, уже 80. Люди мне по-хорошему уже где-то заправиться, подзаправиться. 50 еду. 50 еду. Welcome. Astoria, Bombay, Casino, KZ. направо в город Караганда. Едем 60. КМ. О, видите, с правой стороны, вот, Вера Брежнева приезжает 31 августа. О чем я говорила вам? А, это Макао, казино. Обычно Беладжио всех покупает. Вот, сейчас. Вот, арабейские. О, арабейские приезжают. Беладжио, видите, вот, вот, с правой стороны, красная. Вера Брежнева опять, вот, опять арабейские. Вот, они, казино, начинаются с правой стороны. Сейчас справа, слева будут эти, вот, казино Макао, куда Вера Брежнева приезжает. С левой стороны, вон, сейчас видно вам будет казино. Красиво. Молодцы, кто так придумал. Потому что в городе, это, знаете же, там, возле магазина, вон, вот, справа, с одного, Монтана, казино. А это, с левой стороны, торнадо было, красное. Вот, с правой стороны, Монтана. Вот, Араш, 21 сентября приезжает в Монтану. Ну, здесь, видите, кто как переплюнет. А мы, Араш заказали, а мы, Брежнева заказали, а мы, этого заказали. 15 миллионов, до 20 июля разыгрывается, разыгрывалось. Сегодня 20, наверное, да? Букмекерские конторы. Сейчас дальше, это вот начало, сейчас дальше там будут эти казино. Это уже, которые позже построились. Вот опять Вера Брежнева. 31 августа. А, это 31 августа? А там я какого числа говорила она? В июле, по-моему, да, или нет? В сентябре. Или что, я путаю опять уже. Вот. Вот с правой стороны, прямо, нет, ну, синий, Бомбей. Возле Бомбея Акимат. Административное здание вот с флагом на крыше стоит. Справа, справа, в углу Копчега кусочек видно. Вот здесь вот скалистая местность. Красные камни, красные. Раньше, в советское время, там на водохранилище был пост. Вот, видите, гайцы стоят. гайцам пикнул ее. Здесь 60 километров. Красиво, друзья. Вот, скалистые. Река Или, проезжая в реку Или. Вот, с правой стороны. Ой, вам не видно сейчас. Вот так буду снимать. Проезжаем Копчегайское водохранилище. Раньше с левой, с правой стороны посты ГАИ стояли. С правой стороны на скале. Налоговая служба приветствует законопослушных граждан написано. Красиво здесь, блин. В камнях, где когда скалистые горы, скалы, своя какая-то, знаете, красота есть. Вот, сосны на этих скалах растут. Сейчас вот этот перевал переедем и степь начнется, степь. Степь, да степь кругом. Что-то не в ту сторону поехал, по-моему. Ну, насчет песни. Здесь уже можно сто километров ехать. 60, 70, 80 у меня. Вот, друзья, единственное, возле нашего поселка заправилась Минзином. Вдоль трассы, блин, здесь асфальт, что ли, будут ложить старость, скребли. Вдоль трассы, международная трасса, ни одной заправки. В город Копчегае нужно было, наверное, заезжать, внутри, наверное, заправки. Не, наверное, там, внутри города заправки. Вот разница, да? В Алма-Ате на каждом перекрестке, блин, заправки. В любом месте заправляйся. А здесь ехала, там в одном месте наша поселка выезжала, в соседнем поселке, на заправку приехала, там на пересменка, минут 10-15. Заправщик, там заправщик говорит, ой, подойди, девчонка, пускай заправят, отпустят. Охранник встал, ни в какую. И девчонки, нет, у нас пересменка, минут 10-15. Психанул, думал, на трассе найду. Хрен. Еду, и все глаза на бензопаке. На кабло. Думаю, блин, хватит, не хватит, а там осталось, наверное, если пол бака брать, одна четвертая половины бака было. Я думаю, блин, я уже еду и думаю, ладно, приеду, если братишки дома будут, скажу, пускай мне хотя бы литра 5 отольют. А потом думал, блин, я приеду, скажу, с города приехала, Солоха, не заправилась, приехала баул, которая от трассы, наверное, километров 15-16, и у них бензин будут брать. И прям, как наш поворачивает, заправка маленькая. Первый раз, сколько, 9 лет, по-моему, вожу, 9 лет вожу машину. Первый раз сама заправляла. Единственное, там парень заправился, собирался выезжать, и говорю, ой, грубит, вставьте мне пистолет, я не умею. Но в городе у нас подъезжаешь, они сами заправляют. Он мне пистолет вставил. Парень молодой, не забудьте потом крышку закрыть, я говорю, хорошо. Стояла, держала пистолет, чтобы он под опором бензина не вылетел. Все, когда-то первый раз, блин. Вот я вам покажу степь. Степь, да степь кругом. Блин, асфальт был старый, видите, здесь сняли, видимо, хороший асфальт подложить. Ладно. В советский, советский, в советский времен здесь асфальт был. Его латали, но хорошо или плохо ли можно было бы ехать. У нас там, где живут в поселке, вообще асфальта нету на нашей улице. У нас там, мы скидывались с этим соседями и засыпали этим сникерсом. А здесь более-менее, видите, щебенка. Старый асфальт убрали. И будут... Ох, как красиво, блин, друзья. Как красиво. Это моя родина. Это моя родина. Окна откроем. Здесь степная трава растет. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Вон, колышется. О-о-о, бескрайние просторы. Остановилась, чтобы не трясло. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...